12-12 хорошо ободачивай кишку пожалуйста теперь пожалуйста на нас стол поверните да да максимально на нас гармоник держите максимально насколько это возможно и чуть-чуть повыше мне нужно и лицикально увидеть воздушно-толстокишечный сосуд хорошо отодвигаем аккуратно кишку вот вы видите двенцперстная кишка чуть-чуть еще она нет она чуть-чуть назад я не нет да 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 вот так отлично хорошо вот видите наша задача никуда не спеша разложить кишку чуть-чуть назад помогай пожалуйста в чем идея что мы видим мы должны увидеть терминальный отдел подвздошной кишки вот он да дальше я приподнимаю в эту складку лент показать я должен увидеть вот видите складочка вот эта проекция артерии или колики юрий васильевич через порт в левой подребренной области ведь вот это его зажим и подальше возьмите захватывает и приподнимает чуть-чуть всегда ли этап выделения с крючка начинается всегда вот давайте покажу вот вы видите как работает крючок эти гармоник просто просто показать видите ткани расползлись я сейчас возьму и сделаю одно движение гармоником чтобы просто поняли в чем разница а вот гармоник вот его работа смотрите посмотрите видите ткань склеенная она не расползлась гармоник на мой взгляд это такой идеальный инструмент для диссекции вот кто как бы там ни старался чтобы что-то не производил лучше гармоника вот на мой взгляд пока никто ничего не создал для тщательной диссекции в данном случае нам нужна не столько диссекция сколько открытие эмбриональных слоев поэтому мы когда мы используем гармоник крючок он просто рассекает ткань видите получается как безвоздушная бессосудистая область вот это собственно говоря наше нашло вид есть такая как как будто сосиска в оболочке я не знаю видно в зале нету как-то покрыто вот это есть наш слой вот видите вот моя задача сейчас не 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 пустить это кровью причем не пустить даже даже немножко ее насколько если попадает капелька это кровоучение клинически абсолютно никак не значимо но визуализация резко ухудшается вот следующий этап вот я уже могу после этого уже в принципе брать гармоник эти гармоник вот следующий этап мы называем этапом упрашивания что значит упрашивание мы как бы просим ткани сдвинуться мы не не пытаемся вскрыть это пространство одним резким движением поскольку мелкие мелкие капилляры начинают рваться и нам не видно я буду работать медленно вот посмотрите вот видите фасция покрыта вот как у кончиков инструмента у меня нет обратной связи поэтому не знаю видно видно и вот вторая связь вторая фасция видите наша задача вот здесь вот приподнять и вот такими низкоамплитудными движениями расслоить эмбриональные листки обратите внимание видео они покрыты покрыты фасцией вот лимфатический узелочек видите в пределах фасции находится если бы я сейчас работал в своей операционной я бы продолжал работать здесь крючком но с учетом того что вот эта камера не позволяет нам заглядывать мы видим хорошие не делаешь не позволяет нам заглядывать и я вынужден как бы немножко угадывать слои поэтому я упрашивать буду видите фасция не тронутая интактная александр нам хорошо видно и блеск фасции виден и бессосудистую зону нет пока не надо я должен видеть мы привыкли тридцатка работать желательно чтобы я видел кончик инструмента потому что я угадываю только и отпусти пожалуйста отпусти просто хорошо рука ваша рука мешает мне мешает ваша рука извините я рад ее чувствовать но зная о вашем увлечении я все-таки осмелюсь сделать замечание ведь мы стараемся идти бескромно с тем чтобы создать визуализацию здесь чуть-чуть не надо расширить левая рука вот обратите внимание левая рука она играет огромную роль она создает не тракцию если я не буду сделать тракцию картинки такой не будет гармоник ждем пока на браншах расползется ткань не пытаемся гармоником делать вот эти вот движения раз и не тащить как-то это не ускорит операцию теперь покажите корень брюджейки ободочек кишки сейчас идет много разговоров в литературе какой объем лимфодисекции мы должны делать при раке ободочек кишки 3d d2 d3 рандомизированных исследований на эту тему нет мы запустили сейчас первое российское рандомизированное исследование на эту тему и пока по проводим набор пациентов у нее опухоль располагается практически на выгоневые заслонки заслонки как мне сказали поэтому необходимости в широком выделении нижней брюджейной вены у нас нет верхней брюджейной вены ряда авторов в основном иностранцев предпочитают от брыжей на воздушные кишки входить остальные слои как этому относитесь поближе вопрос а наш услышали уже ряд авторов предпочитают выходить фасциальные слои под брыжейкой подвздошной кишки хорошо к этому отношусь есть три способа выполнения правосторонней гемиколоктомии первый из них вот как правильно задают вопрос это инфо или опровоч когда все начинается с того этапа который выполняем следующим поднимается кишка и дальше выходит на сосуды есть этап когда начинает с мобилизации селезеночного изгиба ободочек кишки входа в сальниковую сумку и продолжение операции с той стороны есть классический который который мы делаем на самом деле вот на мой взгляд это преференции хирурга поскольку опять-таки рандомизированных исследований сравнивающих бы технические аспекты выполнения того или другой операции они проведены не были поэтому на мой взгляд это преференция хирурга вот мы видим сейчас стенку верхней брыжейной вены видите вот она движения должны быть нарочито медленными поскольку попытка сделать операцию быстро лапароскопическая она приводит к мелкому кровотечению а в лапароскопической хирургии останавливать кровотечение намного сложнее чем его профилактировать поэтому мы стараемся такими работать неторопливыми движениями использовать классические приемы тракции контртракции а вот сюда мы можем заглянуть да загляните пожалуйста рука мне ваша мешает алексей михайлович вы имеете ввиду расположение это я не спешу ведь я пытаюсь охладить бранша потому что она греется чтобы мы не повредили случайно термическим кишком при выполнении операции по поводу опухоли слепой кишки нет необходимости назад немножко потому что моя задача увидеть вот с этой стороны не вот там а вот это вот увидеть вам удобнее будет там стоять отлично давайте 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 супер если вы решили стать от нас подальше я сожалею но помешать этому не могу у нас все только посадку у нас что касается лимфодисекции есть сторонники d3 лимфодисекции есть сторонники лимфодисекции d2 повторю что доказательств того что нужно сделать тот или другой объем вмешательства у нас нет кроме мнения хирурга как известно что был Антон Павлович Чехов иные хирурги десятилетия повторяют одни и те же ошибки и называют это клиническим опытом поэтому пока мы не получим результаты тренированных рандомизированных исследований мы не сможем какой же объем операции мы должны делать что касается пересечения сосудов вот эти современные легирующие аппараты включая гармоник они позволяют вот этот можно пересечь гармоникам но учитывая то что как я уже говорил одна из наших задач это обеспечить безопасности пациента на 11000 один пациент закровит это будет достаточно чтобы всю жизнь потом не жалеть о том что не положит липсы любой какой-то здесь как говорится учителям Джат Парваис любой сосуд имеющий название подлежит флипированию но мы стараемся этому следовать если вы видите мы не открывали стенку она угадывается стенка верхней проживочной вены но мы ее не открывали если есть же кстати вопрос завтра а вы хотели бы чтобы мы открыли там не открыли как на самом деле там арена находится вот эту пленочку сейчас откроем а мы выйдем на стенку как вы видите то что я открою пленки здесь узлов нет я считаю что не нужно делать но как зал скажет алексей Михайлович из зала напоминаю что вы обещали не разочаровывать нас в зале вот сейчас мы делаем по сути D3 потому что если мы откроем вену это будет классический D3 вот стенка вены видите вот она я не трогаю по сути для слепой кишки это D3 еще еще три клипса алексей Михайлович все таки насколько вот вариабельны эти сосуды на самом деле вот эта граница между вариабельны при правом раке вариабельность колоссальная если артерия колика это постоянные сосуды которые которые есть практически у 100 процентов пациентов то вот уже правая ее может не быть вовсе возьмите пожалуйста она может право отходить от или колики она может быть вес ее среди толстокишечной артерии и в идеале если мы говорим о идеальной ситуации это конечно иметь иметь компьютерное 3d моделирование сосудистой анатомии для того чтобы мы четко знали где идет и на наши западные коллеги продвинутые они идут на операцию в операционной стоит компьютер на котором есть 3d модель конкретно пациенты они знают вмешательства мало того сейчас разрабатывается система при которой хирург прежде чем идти в операционную пациент выполняет компьютерную томографию закладывают модель в симулятор и хирург выполняет вмешательство конкретно пациента на симуляторе компьютер оценивает точность движения и вероятность ошибок и только тогда когда компьютер говорит что операция прошла удачно пациент подается в операционную и хирург выполнять вмешательства это понятно что это пока из области фантастики на такие работы и обратите внимание вот здесь подчеркну я не буду спешить у нас живая хирургия обратите внимание на что на фасцию вот видите фасция она целая нигде или поровну вот это есть эмбрионально ориентированной хирургии до тотальной мезоколонэктомии при этой тотальной мезоколонэктомии уровень перевязки сосудов может быть совершенно разным это может быть 2 это может быть 3 это может быть д1 поскольку вот так называемый центр вашего или гейшин то что дополняет наши западные коллеги по сути это какой-то элемент диссекции носила за 2 вот посмотрите мы речь ведем о раке слепой кишки у нас нет необходимости делать диссекцию покажите на здесь делать диссекцию в центральной зоне поскольку вероятность поражения метастазами в этой зоне мала по сути мы выполнили уже необходимый объем диссекции для рака подчеркну слепой кишки даже по японским стандартам сейчас мы мобилизуем печеночный изгиб медиалатеральную мобилизацию завершим чуть-чуть поближе наша задача просто мобилизовать кишку чтобы потом можно было легко достать как мы говорим на улицу для выполнения на 100 можно смос выполнять интра корпорально на самом деле только на взгляд но и по литературным данным интракорпоральная формирование астомоза не несет это усложняет операцию удлиняет ее и можно делать только в той ситуации если пациентка как правило очень хочет чтобы не рубцов на животе когда мы извлекаем препараты мы можем интеркорпорально сформировать шов чтобы не делать большие разрезы головка железы видите поджелудочная видим мы аккуратно идем вдоль подчеркну что мы обращаем внимание на фасцию я не знаю насколько имеет значение вот эта тщательность выполнения мезоколоноктомии в этой зоне где нет опухоли но я считаю что если мы говорим и употребляем какой-то термин то мы должны и делать манипуляции соответствующие этому термину сказали что вы делаете тотальными мезоколоноктомией будьте добры делаться тотальными мезоколоноктомией а после операции вы оцениваете качество препарата вот как при вот вена и проекте я немножко я ориентируюсь на воздух который попал между листками повторю что вот сейчас это уже просто мобилизация кишки для если у кого-то есть свои собрать совет нам какой-то или критика я с удовольствием и выслушаю обязательно у нас мы ввели у себя мы сами себе выкопали ямку что называется чуть поближе наши морфологи оценивают качество работы они не только смотрят высоко дифференцированного опухоль низко дифференцированного опухоль они в обязательном порядке смотрят качество диссекции есть надрывы нет надрывов мы маркируем узлы мы не вырезаем их их вырезает специалист но мы подводим пришиваем или клипсами крепим такие крышечки от баночек с написанными лимфоузлами группами лимфоузлов а все остальное смотреть на поле мы получаем ответ повторю не только степень дифференцировки количество лимфоузлов мы очень тщательно они нам описывают что же у нас с фасцией насколько качественно мы сделали диссекции я подчеркну видите у меня весь ориентир на фасцию я смотрю только на фасцию на целостность фасции меня все остальные моменты честно говоря не очень сильно интересует это уже пешка у нас да сейчас левая рука видите как только тракцию создаю у меня есть возможность работать не обратите внимание еще раз подчеркну очень низкоаплитудные движения как будто крадемся я вот это называю упрашивание это как знаете мужская половина поймет как девушка это на первом свидании резкое движение сделал все все напрасно это не спеша алексей михалыч мы хотели все таки узнать вы от латера медиальной диссекции отошли уже полностью или всегда проводить медиалатеральную диссекцию извините закроили да медиалатеральный мало того когда мы начали период лапароскопический если вдруг силу каких-то причин мы делаем открываемся или идем ну или изначально идем открыто мы даже и на открытой хирургии сейчас начали использовать медиалатеральный подход я хочу сказать что лапароскопическая хирургия очень сильно изменила наши хирургии в том числе и открытой после того как мы закончили мобилизацию мы укладываем здесь салфетку это поможет нам в дальнейшем бросает и участка как раз так называемый инфраиле лапрочь мы сидим на тонкую кишку мягкий зажим пожалуйста вы опять сюда перейдете хорошо давайте Алексей Михайлович можно вопрос Богдан Вячеславович Нижневартовский онкологический спонсер вопрос задавайте можно услышать Ваше мнение о показаниях D3 лимфодисекции при правой половине никаких показаний D3 не существует поскольку я повторю ни одного фандомизированного исследования которое показало бы какое бы то ни было влияние объема лимфодисекции крючок видимо хирург проявил своё время слабость не удалил его поскольку я когда учился в ординатуре был дежуром мысли в скорой помощи там было такое расходное выражение что если пациент поступил так а чё у нас не работает крючок сейчас что случилось показали карпендиктомию это наличие отсутствие рубца я сейчас попробую я пока слоя не вижу и вот это немножко мешает надо зачеркнуть железо уберите хорошо и горизонт видите боком стоит наоборот в другую сторону еще еще не так сильно другая кишка вылезает отлично вот видите мы начинаем попадаем наш слой который раньше открыли салфеточка начинает быть видно я в последнее время даже больше люблю работать не крючком а лопаткой потому что она позволяет вот эти вот движения делать более эффективно насчет лимфодисекции согласны или у кого-то другое мнение с вами сложно спорить алексей михайлович с вами сложно спорить ну а зря отлично можно еще чуть-чуть вкрыть что-то в траву когда я не лоялась здесь он не так сильно троит ну чтобы не выкопливался этот дом гонадные сосуды пытается влезть там да все время ищем эмбриональные слои я пытаюсь все время все время находиться а может быть даже под него вводи в воде я стараюсь не пересекать эти связки для чего точка фиксации естественная мне не надо использовать тракар чуть-чуть поближе эти фасы спустили вот видите фасы она покрыта как будто сосиска в оболочке да алексей михайлович хорошо видно ну и вот эта связка она тракцию вот этот принцип антитракции обеспечивает дополнить мне поможет идиотракции да 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 давайте вернемся это же нам не нужно вопрос в зале есть какие-нибудь уважаемые коллеги можешь задавать вопросы микрофон у меня возникают вопросы пожалуйста алексей михайлович вопрос из зала показания для удаления сальника пара нефральной клетчатки показания для удаления сальника тоже нет мы убираем сальник только той части кишки которые входят в удаление поскольку сальник удаляется ну если есть канцерматоз сальника понятно но это немножко другая история это сальник удаляется сальника просто технически удобно удалить можно и не удалять рандомизированных исследований сравнивающих результаты лечения пациентов у которых удалили сальника и у которых его не удаляли но таких исследований я не знаю эти гармоник пожалуйста здесь удобно работать и крючком но мы же все-таки с Джонсоном приехали на самом деле это шутка крючком не очень хорошо делать вот эти вот упрашивающие движения минусы гармоника в чем я здесь пройду бескровно я здесь пройду бескровно я здесь пройду бескровно если не знать хода слоев гармоника гармоника или любой другой лигирующий аппарат позволяет нарушать слои как говорит Амжат Парвейс фул висту и стил фул то есть дурак с инструментами все равно дурак вы можете пересекать все что угодно я хорошо помню не буду сейчас называть имя это мой друг сейчас он очень известный хирург когда появился только Легашу он сказал слушай такой аппарат я желудок оперировал я даже левую не заметил левую желудочную артерию на что я ему сказал я тебя конечно люблю и уважаю но это говорит о том что ты просто плохо знаешь ту зону в которой ты оперировал ты не можешь не видеть сосудов чем бы ты не работал извините мы под кровью скажите пожалуйста а имеет смысл скелитировать верхнюю вену при расположении рата скажем до столешки в кишке? ну выше купола с этой кишки ну это вот тот вопрос который я только что отвечал такой вот был поскольку из клиницизации верхней брожевичной вены это клиницизация D3 лимфодисекции мы выполняем тотальную мезоколектомию а в зависимости от того рандомизационной группы в которую они попали кому то мы делаем D3 лимфодисекции кому то D2 случайно для того чтобы обеспечить достаточно мощность исследования мы должны набрать 786 больных на сегодняшний момент мы набрали 214 по-моему могу ошибаться 6 центров и наша задача первичная конечная точка этого исследования это общая выживаемость наше это заложенное что ли условие что D3 лимфодисекция должна улучшиться удаленные результаты на 10 процентов почему взяли здесь процентов это результат опроса хирургов для того чтобы нам эта цифра нужна была для того чтобы правильно рассчитать мощность исследования сейчас пока ничего не готов сказать потому что надо сначала набрать и вот когда в соответствии с критериями исключения и исключения мы наберем нужное количество больных и проследимых отдаленные результаты мы сможем сказать надо выполнять D3 лимфодисекцию или нет то есть дает оно какое-то преимущество или нет и какой ценой увеличивается ли чисто после операционных осложнений и меняется ли каким-то образом качество жизни поскольку мы хорошо знаем что скелетизация верхнебрежащей артерии и нижнебрежащей артерии если мы его основание будем брать что нужно для D3 это приводит к вегетативных нервных сплетений я вот всем рассказываю случаи это может даже с Юрием Васильевичем мы вместе лечили молодого парня рак прямой кишки это были те времена когда мы скелетизировали аорту поддольные сосуды мы его прооперировали молодой парень не помню там 30 чем-то может 40 лет и он пришел через какое-то время весь такой в подавленных чувствах но я подумал что у него рецидив начали смотреть а у него никакого рецидива нет он здоров я говорю ты чего такой расстроен он говорит а зачем мне жить у меня после операции импотенция я мочусь плохо назад и Юр зайди сюда жена говорит забрала детей и ушла я один я живу в маленьком поселке все об этом все знают семьи мне больше никогда не найти зачем это такое быть и вот вопрос мы своей операцией ему помогли или не помогли формально если мы будем думать о наших медицинских вещах ну формально у него р-0 резекция лимитрии у нас великолепный результат а у него великолепный результат или нет мы часто забываем об этой стороне жизни в качестве жизни да поэтому она очень важна и когда мы говорим о лимфодисекции и об агрессивной хирургии мы должны понимать что платят за все это дело пациент я наверное здесь остановлюсь сейчас ну еще сюда не вдавливай пожалуйста я бы меня увидеть ага длиннадцатый кишку покажите что я видел все отлично и горизонт немножко о супер вот я еще раз акцентирую ваше внимание на фасции вот эта концепция тотальной мезоколоктомии предполагает составляет вот видите я гармоником работаю газ не идет да гармоник рассекает на ткани склеенные вот в этом отличие работаю с популярным инструментом неважно чем он будет работать гармоником там я не знаю другими лигирующими устройствами они будут склеивать ткани ну здесь можно эту операцию продолжать как бы отсюда и желчный пузырь можно убрать но я думаю здесь сейчас остановимся салфетку положим вот сюда а теперь уже сейчас мы с вами поменяемся местами можно попросить можно попросить больного в положении фоблера голову поднять ноги опустить нет два мягких пожалуйста сейчас мы поменялись местами я работаю правая рука вот это вот она у меня через пяти миллиметровый порт в левом подреберье левая рука вот это вот через двенадцатый порт подняли фоблера я сейчас опускаю сальник вниз вот вот двенадцатый порт на кишках вот какую удобную больную вы нам подготовили все видно единственное здесь на чего я не вижу для полного счастья это я не вижу салфетки гармоник пожалуйста обратите внимание вот я двигаю сейчас я прокомментирую на что я смотрю вот видите вот я двигаю вы видите что под вот этим листком есть слой видите да видно видно ну соответственно здесь я на этот слой и ориентируюсь гармоник не спешу не ускоряю работу гармоника сжал бранша нажал кнопку и смотрю на Лену получаю эстетическое удовольствие жду пока ткани расползутся сами если вы будете пытаться ускорить его вы не ускорите поскольку начнет начнет кровить идут разговоры от апологетов до 3 диссекции надо или не надо удалять правые желудочно-сальниковые сосуды с окружающим их лимфатическим коллектором говорят что вроде бы кто-то когда-то там метастаз увидел там в каком-то проценте случаев я еще раз говорю что это не более чем рассуждение нам очень нужны результаты рандомизированных исследований естественно нашего поскольку мы заинтересованы в том чтобы его завести до конца но есть и другие исследования нам нужны доказательные доказательные вещи потому что аргумент на уровне один дядя сказал неважно кто это будет там фамилию называть любые там не знаю Карачун, Царьков там не знаю Билл Хилт неважно доказательства есть доказательства принимаем начинаем работать нет доказательств вот салфетка видите мы на нее вышли вот так и и и и и и и и и я предпочитаю вот эту белую браншу внизу опускать поскольку она не греется и я стараюсь контролировать бранши которая греется если я буду тыкать вот этой бранши вот таким образом я не знаю куда я тыкаю там может оказаться стенка кишки, там может оказаться желудок, там может оказаться сосуд лучше я буду контролировать горячую браншу в эту сторону можем идти сколько угодно я думаю нам Васильевич наверное и не надо да сейчас кто-то еще пересеку хорошо пойдемте завершать мобилизацию так что у нас здесь а о как хитренько видишь да сейчас я пройду и здесь сначала если там мобилизация сделана хорошо то как правило проблем вот на этом этапе не возникает обратите внимание я стараюсь не захватывать а подцеплять браншей потому что когда мы хватаем мы можем травмировать ткань особенно в тех ситуациях когда мы не контролируем браншу Алексей Михайлович у Вас очень отлично с техникой получается но Вы очень хорошо комментируете то есть поэтому наверное пока вопросов нет аудитория внимательно следит за Вашими действиями и наслаждается угу 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 давайте вернемся я чуть-чуть мобилизну да вот здесь мне надо соединить эту тканку убрать сейчас я найду мы там диссекцию тут делали вот она да угу угу вот насколько вот в данном случае правая изгиба нужна ну мы же сейчас заперем на слепой кишке утащите пожалуйста вопрос что имеется ввиду я имею ввиду объем резекции то есть вы планируете правостороннюю полную стандартную то есть объем реакции правостороненький полких изначально планировали правостороннюю гем cluster а сформулируйте вопрос ну что может сказать правостороннюю гемOCлотностью а какие альтернативные нужны а incentivировать занятий на вопросы вопроса а насколько уйти в эту сторону клирес нам нужно 10 сантиметров я ухожу в эту сторону для того чтобы мы могли вынуть чтобы у нас не было проблемы на наружном этапе мягкий зажим я уберу салфетку не только разрезом потому что если мы возьмем человека лапартомии средины тут же это рано зашьем он будет по сути переносить эту лапартомию почти так же как он переносит флотроскопическую операцию травматизм открытых операций он связан с тем что мы ставим ранорасширители мы вводим в живот марлю которая травмирует кишку с наших перчаток попадает тальк мякулич пожалуйста вторую нужно либо большой эндобэк либо какой-то ограничитель рано ну а здесь подвижная внутри просвета я думаю нам больше то и не надо потому что вот у нас сосуды вот они видишь да мы проверяем прооснабжение держите пожалуйста по-натолюбе мы проверяем прооснабжение вот обратите внимание вот наша ножка сосудистая вот видите кишка ножка брыжейка мы должны ступить 10 сантиметров здесь больше гораздо и сейчас тонкую кишку тоже наметим где мы там должны не отпускайте пожалуйста я просил подбирать дайте пожалуйста ножнички и коагулятор руки не пачкайся пошел а только кишку мы предпочитаем синюю кассету можно белую но синий как-то этот такой стандарт формально 15 секунд надо ждать ждем не всегда алексей михайлович вот насколько вот эта экспозиция она доказана все предполагают но вот насколько она доказана что надо ждать 20 секунд он настолько широкий получается что сейчас мы покажем сейчас что даже если он там каким-то образом соберется в щель она сокращается нужно сидеть обычно и поменять бригаде перчатки не такая уже не такой же большой просвет а сейчас пасция видите она интактная видно или не видно хорошо видно переворачиваем и соответственно здесь понятно все здесь здесь это брюшина вот у нас зона опухоли просто видите пристегнуты здесь шиты вот или цокальной углу вот здесь опухоль вот наша артерия ляколика которого основания клипированы и вот мы ушли в эту сторону мы уже закончили операцию